когда люди согрешили они сместились и центр их ней жизни стал они сами вся борьба бога с нашей силой с нашей плотью так это дьявол надо гнать его но это бог не надо дьявола гнать потом я очнулся через аварию я похоронил сразу сына и дух святой пришел для того чтобы повести нас на крест сила божьей сошла я знаю этот огонь я в одно мгновение был исцелен бог дворец всего сущего источник жизни благодаря которому все живет и существует в произведениях русского писателя ивана бунина можно прочитать мысль что над всем в этом мире есть хозяин в повести птицы небесные его герой уверенно говорит у бога нет того создания чтоб не верила хотя бог наделил человека свободной волей человек все таки ограничен в своих возможностях и зависим от воли бога если люди не стремятся узнать волю божью и действовать гармонии с этой высшей волей они терпят крушение чтобы приблизиться к богу заединиться с ним надо сраспяться со христом отказаться от своего я распять свою плоть возможно ли это если да то как этого достичь на филиппинах некоторые верующие в страстную пятницу распинают себя на кресте в буквальном смысле их руки прибивают к кресту 10 сантиметровыми гвоздями и возносит их тела на кресте один из распятых участвовал в этом ритуале 21 раз но приближает ли человека к богу такое буквальное хоть и многократное распятие библия учит нас не буквальном распятии о духовном с распятия со христом достижение такого состояния о котором говорит апостол павел я с распялся христу и уже не я живу но живет во мне христос возможно ли любому верующему пережить подобный опыт как достичь этой высшей духовной кондиции гость нашей передачи председатель центра христиан полного евангелия узбекистана епископ сергей алексеевич не читайло сергей алексеевич вы очень доступный какой-то раз расслабленный человек что ли в правильном смысле слова расслабленный ну возле вас как-то легко вот я никогда так с епископом человеком который возглавляет большое количество церквей не чувствовал себя всегда испытываешь какую-то недостойность что ли такого человека сидишь тихо скромно вот с вами за за полчаса за полчаса за 40 минут как будто уже знаком так долго так давно с чем это связано это все-таки узбеки или это что это такое вассан такой я всегда боялся религиозности боялись да всегда боялся и я видел что иисус был прост если мы изучаем жизнь иисуса мы видим что он прост был он был доступен для всех людей и сегодня он такой же и если вы даете ему жить через вас вы будете точно такими же потому что вся работа божья преображать в нас в образ христа вот ваше представление об иисусе вот есть иисус такой иконописный вот вот он есть нас есть свое очертание свое представление каким был иисус я бы написал рефератус о своем иисус кстати филипп янси написал замечательную книгу которая признана лучшей книгой двадцатого века и иисус которого я не знал замечательная книга а вот в вашем представлении иисус кто он какой он в бытовой жизни в бытовой не тот иисус за кафедрой учитель вот в бытовой жизни вот они с учениками могли вообще не поговорить о чем-то другом кроме веры кроме бога или не 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 могли я думаю все могли я думаю все могли их волновали все вопросы даже тогда когда они сказали вот мы оставили все и пошли за тобой что нам будет то есть у них были такие же человеческие переживания господь но как вот дальше представьте себе лука оставил свою поликлинику да и пошел пришел назад там уже кто-то другой бизнес занял да матфей оставил там базарное дело свое там собирал налоги отчитывал да а тут приходит там уже другой сидит лодки уже сгнили до сети порвались они же понимали что назад возвращаться заново начинать и они задают вопросы очень серьезные вопросы а что нам будет вот мы оставили все они могли говорить обо всем вы читаете библию как вы это воспринимаете у вас случалось такое что вы конфликтуете с конкретными текстами писания вы говорите богу я с тобой не согласен я тебя не понимаю почему это так как вы это делаете или это уже дерзость так разговаривать с богом я не могу разводить с богом понебратство как сегодня говорят домой с богом мы друзья там give me five да да мы с богом он творец а мы его творение мы должны это глубоко знать внутри себя и эту дистанцию мы должны соблюдать в своей жизни он творец а я его творение он сотворил меня он соткал меня во чреве матери моей он назначил для моей и это внутреннее понимание что он творец а я творение это создает высокое представление он высок он творец всего второе абсолютный авторитет писаний абсолютный если я начну сомневаться мне не отчего плыть у человека должен быть берег иначе он заблудится он должен что-то принять за истину я не верю что человек мозгами может своими человеческими освоить всю библию освоить слово настолько что он там все проанализирует без на богатство премудрости и ведение божье никто не может если бог дает там часть от своего откровения мы просто летаем но у нас должен быть абсолютный авторитет писания по-другому не может быть там где я живу мусульмане они определенно относятся к своему слову то есть он никогда не опустит коран ниже пояса он не покладет его на место где он сидел он не будет перечить с этим словом он понимает что это авторитетно для него и что это книга его бога мы христиане мы в некоторые вещи попали очень странные вещи я помню к нам приехал один человек и он говорил говорил потом бросил библию на пол и вот так встаньте на слово божье и конечно я понимаю что он хотел сказать но несколько человек из местной национальности встали сразу и вышли если он топчется по слову того который дал ему жизнь то он так его к нему и относится они просто ушли я отозвал этого брата и сказал ты никогда больше таких вещей не делай ты можешь там делать где-то но у нас ты если ты не остановишься я просто тебе даже больше слова не дам ты просто унижаешь того в кого мы поверили третье из этого естественно вытекает здравое учение если у тебя высокое понимание бога если у тебя абсолютный авторитет писания у тебя будет здравое учение она будет течь естественно из этого библия говорит неопытный пойдет и не заблудится если у тебя есть здравое учение у тебя естественно из этого будет вытекать святая жизнь это условие которое должно сопровождать нас в жизни отношение к слову если у тебя это идет она вытекает естественно у тебя будет авторитет бог будет подымать тебя мы когда согрешили у все люди согрешили земля наполнилась через адам и его дьяволом нету нету племени на земле который не знает о сатане но через иисуса христа земля должна наполниться знанием бога и мы теперь новое творение мы представляем бога здесь на земле это важно знать и если мы божьи дети мы представляем его выражаем его люди смотрят на нас мы должны жить как он говорить как он делать как он вот эту зависимость если мы не осознаем мы не можем подражать ему он он не авторитет когда люди согрешили они сместились и центр их не жизни стал они сами самодостаточные стали люди что боится то больше всего пугает самодостаточного человека голод обстановка инфляция что пугает его человека потому что он не от бога зависит от этих всех окружающих обстоятельств и от самого себя на себя уповает у нас учили вот две руки ты заработаешь да и делай вот и все но то что человек потерял зависимость от бога бог хочет восстановить и пока это не произойдет он это сложно согласитесь вернуться в зависимость от бога да это процесс процесс это процесс освещения да да это когда конфликты приходят в вашу жизнь когда трудности приходят в вашу жизнь некоторые люди говорят так это дьявол надо гнать его но это бог но это бог не надо дьявола гнать да вот здесь надо хочется разобраться вот я хочу знать как вы мыслите ведь быть много современных церквей они конкретно заняли позицию сейчас нашем городе даже ведутся очень острые дебаты всякая болезнь всякая проблема это дьявол это твое неверие ты должен это прогнать воспользоваться властью которая дана тебе в иисусе христе все отрицательной той жизни это дьявол вот на днях у нас был один служитель здесь и он говорит а как же иов даже кошмары ночные он говорит ты пугаешь меня бог он даже то что дьявол делает жизни и о все равно это преломлял через абсолют бога абсолютно через все что богу под подконтроленный сам дьявол как вы это понимаете я так и понимаю что бог допускает ситуации в жизни наши потому что мы не хотим их мы люди плоти я бы сказал что 85 процентов церкви это люди плотские они ищут чтобы и было удобно в плоти они ищут чтобы они были сыты поэтому их боязнь исходит от того что они независимы от бога они не могут смотреть на птиц небесных они могут смотреть на лилии они смотрят а что случилось вокруг ой надо убежать уже ситуация накаляется я боюсь голода я боюсь других вещей много чего человек боится но вся суть божья в том чтобы обратить на христа внимание и дух святой пришел для того чтобы повести нас на крест единственная его задача привести нас на крест поэтому бог допускает трудности в нашу жизнь болячки удары конфликты и все это для того чтобы мы сделали правый правильный выбор это для того чтобы отделить нас от плоти это перемещение из плотского в духовное слово эгоизм происходит от латинского эго я и означает себелюбие то есть предпочтение своих личных интересов интересом других людей или общественным интересом от слова эго произошли и другие схожие слова такие как эгоцентризм представление о самом себе как центре вселенной эгоизм преувеличенное мнение о значении своей личности эгоист человек ставящий свои личные интересы выше всего эгоизм сущность падшей греховной природы человека бог при создании человека не вложил в него эгоизма эгоизм стал присущ человеку после греха падения а вся дальнейшая история человека это есть борьба бога с нашей плотью которая заражена потоком эгоизма американский общественный деятель генри бичер сказал эгоизм отвратительный порог которого никто не лишен и которого никто не желает простить другому эгоизм причина различных конфликтов непониманий разводов разрушение семейных очагов сиротства детей при живых родителях а также преступности и бесконечных войн сопровождающих человеческую историю эгоизм основа базис несправедливости природа эгоизма стойко а потому требует постоянной борьбы и преодоления пьеру буасту принадлежат слова самая почетная победа та которую одерживают над эгоизмом иисус христос своим голгофским подвигом продемонстрировал миру величайшее самопожертвование эталон альтруизма то есть готовности жертвовать для других немецкий философ артур шопенгауэр сказал очень точно в минуту смерти эгоизм претерпевает полное крушение отсюда страх смерти приведите два три примера своей жизни какие были вот вехи в вашей судьбе моменты где вы конкретно остро понимали что это бог пришел в мою жизнь и вы после этого поменялись в доверии к богу я был преуспевающий человек иногда говорят когда богу идут люди они там несчастные прочее прочее не был несчастным человеком когда я пришел богу у меня было все сколько вам было лет по-настоящему уже было 23 года я начал по-настоящему осознавать что бог есть я женился в это время выбрал себе девушку из хора мне она понравилась сказал моя брать братья тогда еще не понимал некоторых вещей я говорил кто тронет будет со мной дело иметь мне сказали вот так в церкви не делается ну бог есть царь аминь он понимал что я еще не понимаю и я ввел такую жизнь хотя его веровал я вел такую жизнь что я думал что я успею богу и дьявола и себе всем всем успею я должен быть хороший должен преуспевающий быть я должен реализовать себя я способны все могу и так продолжалось где-то около года потом я очнулся через аварию я похоронил сразу сына жена очнулась на одиннадцатые сутки я очнулся на четвертые потом я был 6 месяцев гипсу я или стоял или лежал в это время у меня была возможность читать библию и мне можно было переосмысливать жизнь я иногда думаю что бог останавливает нас на перепутьях дорог чтобы привести нас к тому что все же однажды конец будет всему это было замечательное время я искал лица его друзья вначале приходили потом и они оставили все только близкие дорогие могли приходить мама папа жена а я был в гипсу это сильное время было для меня я читал и молился читал и молился и все я искал лица его после этого у меня начались процесс определенный я приходил церковь хорошая церковь такая традиционная очень добротная церковь но бог начал менять внутри меня я был грешником по сути я покаялся я уверовал но в голове моей были матершины слов очень много у меня были анекдоты у меня была целая борьба с моими мыслями я не знаю как у других но в то время я начал искать лица божьего ну я наверное может скажу захотите вы это пустить не захочете я помню спросил одного брата говорю брат подскажи мне вот как бороться с мыслями у меня вот и жена есть и семья есть и все хорошее такое но помимо жены мне все остальные нравятся женщины кроме жены я не знаю что с собой делать мне один брат говорит брат сергей ты представляй вот когда женщина видишь красивая в гробу ее представлять я думал а если в гроб не влазит что делать я делюсь свободно сейчас в то время это было не до улыбок конечно в то время я кричал внутри бог что-то сделай со мной или я буду знать тебя или я вообще ничего не знаю я вообще не понял я не туда попал хотя мои родители уже веровали сестры моей часть уже верующих было часть неверующих еще было мы все начали веровать идти к богу сейчас уже все наше родство верующие но в то время я был в такой борьбе внутренней что делать и я начал поститься это не потому что пастор начинает зовет или там в церкви говорят у нас там три дня поста я прочитал библии что те которые христовы они должны распять плоть свою со страстями и похотями никто за меня это не будет делать ты должен это сделать не понимая тогда я проводил время в постах 3-5 дней для меня это было ничего я постился 20 дней 30 дней я просто уходил в пост я работал физически иногда я чего вы хотели я хотел перемен я хотел перемен я говорил господь что-то сделал только одолеть эти мысли и все я не мог одолеть их я понимал что в компьютере можно что-то стереть но как стереть в моей голове я не знал я кричал к нему сделай что-то со мной я ненавижу самого себя я ненавижу свою жизнь я хочу чтобы это стало реальностью в моей жизни он сказал кто не возненавидит отца мать жену детей свою собственную жизнь не может быть моим учеником кто не берет креста свою следует за мной не может быть моим учеником но ведь могут тысячи людей церкви не могут он говорит никто не может назвать иисуса господом как только духом святым а я могу назвать иисуса господом да ты еще не знаешь что такое назвать иисуса господом мы по узбекски говорим лябай это по узбекски что прикажешь господин ты не приходишь мне дай то сделай то а приходишь и говоришь, что прикажешь, господин, ты раб его, ты раб его. Вот это назвать Иисуса Господом, да? Да, и он будет давать тебе свои задания, а не ты ему будешь давать задания. Вот ты признаешь его Господом, и это откровение дается Духом Святым внутри. Многие приняли Иисуса как Спасителя, тысячи, миллионы сидят в церквах, они признали его Спасителем, но Господом не все признают его. А Библия говорит, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Это откровение должно быть внутреннее. Тот, который называет Иисуса Господом по-настоящему, он живет как он, он действует как он, он говорит как он, он выражает его везде, по-другому не получится. Ну, хорошо, вы неделю в посте, две недели. Какие процессы происходят внутренние? Я объясню. Пост нужен для нашего тела. Это не политическая акция, это не голодовка. Библия учит нас, что если мы научились смирять свою плоть, Павел говорит, я смиряю, порабощаю тело свое. Никто за него делать это не будет. А Дух Святой? А если помазанник помолится? Иногда помазанники, они забирают Божье дело. Например, Библия говорит, послал слово свое, исцелил их и избавил их от могил их. А человек подходит, говорит, у меня плохих мыслей полная голова. И пастор руки возлагает и молится. Господи, очисти его голову, Господи, очисти его голову. Это неправильная вещь. Дайте слово это сделать. И некоторые думают, это самый легкий путь. Вот взять, пастор пусть, ну, ко всем голову сует, и чтобы голова очистилась. Возлюбите чистое словесное молоко. Оно принесет освобождение голове вашей. Приложите пост и молитву. Вы должны платить цену. Чтобы жить в помазании Божьем и в послушании, мы должны платить цену. И эта цена, когда ты смиряешь свою плоть, умри для себя. Умри для своих желаний, умри для своих хотений, для своих целей, планов. Богу нужен сосуд, пустой сосуд. По-другому не получится. У него есть чем наполнить. Когда вы поститесь, ваша плоть теряет силу. Она обязательно теряет. Поэтому Павел говорит, когда я немощен, тогда я силен. Поэтому он говорит, часто в постах, часто в бдениях, часто в молитвах. Это то, что плоть не любит. Это относится к духовным вещам. Если ты духовно родился, у тебя есть духовные потребности. Пост, молитва, общение. А пост это тоже духовная потребность? Да. Это просит дух? Это духовная потребность. Дух просит. Потому что вся борьба Бога с нашей силой. Мы все сильные с нашей плотью. Наша плоть очень сильна. Она не хочет на крест. Но единственное, что Бог назначил для нашей плоти, это крест и смерть. Он не будет изменять нас. Он сотворил все новое внутри нас. Это не измененная жизнь. Это замененная жизнь. Не ремонт. Не ремонт. Отвернись себя. Возьми крест свой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА то есть вот это были периоды где сергей изменялся внутренний рос а внешний тлел еще один момент был такое у нас приехали братья и однажды я первый раз увидел как молились за исцеление я так видел это так обрадовался этому оказывается и сужив в это время в нашей церкви не практиковалась ну помазать мог только пастырь елеем придут два-три пастыра помажут елеем и на этом все заканчивалось помазали иногда это приносило результаты иногда никаких результатов я всегда смущался говорю написано уверовавших будут сопровождать сие знамения и однажды я в церкви выразился за который меня побили очень хорошо я выразился братья и сестры возлагать руки на исцеление могут только уверовавшие люди не мужчины не женщины не пастора не пресвятера никто только уверовавшие люди меня за это слово так здорово братья причесали поэтому мне мало волос осталось но это осталось моем сердце и в нашей церкви молятся за других людей и это очень реально и бог действует и бог начал вести меня в этом вопросе меня отказали почки полностью это было тяжелое время для меня я тогда молился и говорил господь или ты меня исцелишь или я приду на небо я всем расскажу что ты ничего не сделал твое слово неверно я пришел попадал уже в кому я позвал жену она горит я скорую помощь вызову я запретил и сказал только тронете по голове надаю никаких скорой помощи или бог ответит на свое слово или он не ответит зачем-то категорично если через врачей вы пройдете этот процесс если вы захотите узнать что такое умирать это не просто заигрывание в религию это жизнь которая рождается у вас я дошел до того что я кричал жена плакала я потерял уже полностью сознание вошел в кому я знаю что такое моча бьет в кровь сейчас и она вызвала моих родителей они загрузили меня в машину отвезли в больницу там меня привели в чувство сказали вам срочной операции вас камень закрыл почки обои и если мы не сделаем операцию сейчас умрете я подписал бумагу и сказал нет это было тяжелое для меня время нет нет я сказал везите меня к пастору в церковь это было три часа 4 час ночи этот пастор сейчас живет здесь это ленте дмитрий люлькин он живет сакраменты это пожилой человек я его очень люблю я приехал к ним домой все десять детишек поднялись они возложили на меня руки и молились и сила божья сошла на меня я знаю этот огонь я в одно мгновение был исцелен я кричал я прыгал я скакал бог приведет вас вы не сможете проповедовать об исцелении если вы не исцелены сами однажды не прошли что-то в своей жизни есть время до креста есть время на кресте а есть время за крестом я научился господствовать свои плоти ну что же в облаках летает а вы что захотите посвященность богу она требует цены жертвы сегодняшние христиане они делят бога с очереди они делят бога с подметанием полов мужчина впереди идет жена две корзины она на голове тащит и я говорю человек это человек а жинка цены человек не будете вы популярными своим учением тяжело это слишком в интернете существует целый христианский мир тебя ждут тысячи проповедей и интересных материалов множество христианских сайтов горячие новости знакомства и общения с христианами из разных стран анонсы христианских конференций христианский юмор электронные открытки и еще много всего интересного как попасть в этот мир просто набери 3w in victory.org